— Всем привет! В последнее время я несколько выпала из клубной жизни, потому что в моей жизни появилось еще одно хобби — это машинное обучение, с которым я решила связать свою карьеру. Но это не значит, что я забыла об астрономии, наоборот, я ищу пути, как можно связать эти два хобби вместе. Но оказалось, с такой идеей я не первая. И ученые с недавнего времени используют машинное обучение для решения своих задач. И меня удивило, насколько действительно красивые решения могут получиться, если соединить эти две науки. И сегодня я бы хотела рассказать о том, какие это решения, но сначала я расскажу немного о том, что такое машинное обучение. «Большие данные» — это тот термин, которым большие компании пугают своих конкурентов, но на самом деле я по своему опыту могу сказать, что большие данные бизнеса — это просто ничто по сравнению с объемом данных в астрономии. Телескоп LSST каждую ночь генерирует в два раза больше информации, чем собрано в библиотеке Конгресса США, по сути, за все время. Поэтому в астрономии машинное обучение и большие данные — это не роскошь, а средство существования. И сейчас я расскажу о том, какие задачи машинного обучения чаще всего применяются в астрономии. Вообще все машинное обучение — это математика, работа с цифрами. Даже если у вас на вход идет картинка, звук, текст, это все равно потом преобразовывается в цифры, и работают специальные алгоритмы, которые выделяют в этих цифрах какие-то зависимости, корреляции и дают ответ. Например, задача классификации и кластеризации — это разбиение данных на группы по похожим признакам. Человек очень легко может отличить разные цифры, даже если они написаны разным почерком. Наш мозг, по сути, распознает количество палочек, кружочков и их сочетания. Компьютеру для такого нужно постараться, однако существуют алгоритмы, которые тоже могут выделять вот эти ключевые признаки, которые отличают один объект от другого. В данном случае, например, котики или собачки. И в чем самая главная прелесть машинного обучения? Это то, что абсолютно неважно, какие именно данные к нам поступают на вход и что мы хотим получить на выходе. Нам поступают данные с признаками, и мы на основе этих признаков выделяем признаки, по которым можно разделить их на группы. Ну и есть тестовая выборка, обучающая, на которой у нас есть и пример, и ответ, а потом в конце мы даем просто пример и, соответственно, получаем ответ. Следующая задача – это прогнозирование. Если у нас есть простой пример, например, просто последовательность 2, 4, 6, 8, 10, мы легко можем ее продолжить, потому что это просто. Если у нас есть, например, ежедневная выручка магазина или затраты на девушку, это сделать сложно. Это в условных величинах, потому что, например, на выручку магазина влияют еще предстоящие праздники, как и, в принципе, на затраты на девушку, курс доллара, еще очень много факторов. И человеку это сделать на самом деле сложно. Компьютеру намного проще, потому что он может вычислять большие объемы данных, делать сложный подсчет и, главное, делать это безошибочно. Следующая задача – это регрессия. У нас есть какой-то объект и его численные характеристики. И наша задача – это связать вот эти численные характеристики с нашим объектом с помощью коэффициентов, ну, по сути, просто вывести уравнение. Например, зарплату мы получим как количество лет опыта, умножить на количество проектов и количество командировок и так дальше. Соответственно, зная свои вот эти параметры, можно умножить их на коэффициенты, прибавить и получить, по сути, свою зарплату. Причем вот эти коэффициенты ABC, они могут нам рассказать также и о структуре системы. Например, если один коэффициент в два раза больше, чем другой, это значит, что для этой системы он имеет в два раза больше влияния. Ну и теперь я расскажу о более конкретных примерах. Вы сделали снимок объекта и видите там звезду. Ну, по сути, вы не знаете, что это. Это звезда, галактика или квазар. Их можно легко отличить, исследовав их спектр. Но Солнце, например, яркое, и его спектр получить довольно легко даже с помощью карманных приборов. Но чем слабее объект, тем сложнее и дороже получать его спектр. Для очень слабых объектов это вообще практически невозможно. Но времени для получения снимка объектов в разных широкополосных фильтрах требуется достаточно немного. Ну, сравнительно. Это, в принципе, те, чем занимаются некоторые из вас здесь. Поэтому можно на этом снимке увидеть, как соотносится спектр, это черная линия, и яркость объектов, это звезда Вега, в разных фильтрах. Мы можем получить много снимков разных объектов в фильтрах. И можем исследовать спектр для некоторых из этих объектов. Мы получим с помощью спектра, мы можем узнать, это звезда, галактика или квазар. Таким образом, мы получим обучающую выборку. У нас будет яркость объектов в разных фильтрах и ответ, что это галактика, квазар или звезда. Соответственно, у нас есть обучающая выборка, мы строим модель машинного обучения. И потом, когда мы просто получаем снимок какого-то объекта в фильтрах, можно даже с помощью любительских инструментов, мы можем использовать эту модель и получить объект. То есть, еще раз, мы не снимали спектр, но мы получили ответ, что это за объект. И раньше, до появления машинного обучения, это было невозможно. Раньше нужен был только спектр. Также его используют для изучения красного смещения. Чем дальше от нас галактика, тем быстрее она от нас отделяется, и, соответственно, тем больше у нее красное смещение. Исследовав спектр, можно тоже узнать красное смещение. Достаточно найти в нем линии какого-то распространенного элемента, например, водорода. Но, опять-таки, мы не можем получать спектр для любой звезды, для которой захотим, но мы можем для этой любой звезды снять ее в фильтрах, получить ее спектр, применить и узнать ее красное смещение. Зачем вообще нам нужно узнавать красное смещение? Получив эти данные для множества объектов, можно исследовать динамику крупномасштабной структуры Вселенной и узнать более точно природу темной энергии, темной материи, и узнать о том, как формировалась Вселенная. В 2013 году началась программа Dark Energy Survey. Они с помощью инфракрасных и оптических камер получают изображение южного полушария неба. Каждую ночь стоит телескоп и снимает. Они это делают тоже для исследования крупномасштабной структуры Вселенной с помощью сверхновых типа 1А. Они каждую ночь снимают небо и надеются увидеть эту сверхновую. Соответственно, они между собой сравнивают много снимков. Если они увидели какой-то новый объект на снимке, это еще не значит, что это сверхновая. Это может быть какой-то артефакт изображения, мусор на камере, там, муха пролетала или еще что-то. Поэтому был придуман специальный алгоритм, который может отличить реальную сверхновую, то есть действительно новую звезду, которой раньше там не было, от нового объекта, который является мусором. Этот подход сейчас используется в этой программе и в будущем будет использован для других телескопов, которые автоматически обрабатывают получаемые изображения. Это мой самый любимый проект Galaxy Zoo, который стартовал в 2007 году. Вы просто заходите на сайт, вам выводится картинка и вас просят ответить на несколько вопросов о том, что вы видите. То есть в данном случае галактика, там, какая она спиральная, это вообще звезда или там. Ну, в общем, действительно простые вопросы, и обычные люди на них отвечают. Таким образом набирается очень большая база размеченных данных. То есть есть изображение, и есть его характеристики, которые описали люди. С момента начала проекта в нем поучаствовало более 150 тысяч человек и участвуют до сих пор, и вышло уже больше 50 научных публикаций. Дальше на основе этих изображений, когда наберется полная база, будет натренирован алгоритм машинного обучения, который сможет автоматически распознавать морфологию объекта. Это будет использовано в телескопе Джеймса Веба, который в скором времени запустят. Зачем нам нужно знать морфологию объекта? Это нам может рассказать о том, как формировалась эта галактика. Допустим, если в ней есть два ядра и ярко выраженные приливные силы, это значит, что основным процессом формирования этой галактики было слияние. А если там какая-то более простая форма, значит, там шли более медленные процессы. Также меньше года назад вышла научная статья, в которой автор говорит, что он натренировал нейронную сеть так, что она с точностью 99% может по спектру распознавать состав атмосфер экзопланет пяти известных типов. И это тоже планируется использовать для телескопов, которые массово смогут получать спектры экзопланет. То есть не как сейчас, получили один спектр, и сидит ученый, его там несколько месяцев обрабатывают. Это все может делаться автоматически и, тем не менее, вполне точно. Также, что каждому, наверное, тому, кто занимается астрометрией или фотометрией, знакома ситуация воспроизводимости результатов. То есть есть, допустим, два наблюдателя. Один в Украине, один в Португалии. У наблюдателя с Украины дымка, а у португальца не такой мощный инструмент. И они получили два разных результата наблюдений. Что нужно делать? Усреднить эти результаты, выбросить оба результата, признать один из результатов ложных. То есть непонятно, что делать в этом случае. У каждого наблюдения есть какие-то метаданные. И это не только параметры съемки, но еще и состояние атмосферы, фазы луны, используемые инструменты, погода, время и так дальше. С помощью машинного обучения можно учесть все эти параметры и привести, по сути, как сферический наблюдатель в вакууме, у которого, скажем так, к какому-то стандартному виду. То есть сейчас, допустим, если выходит какая-то научная статья с наблюдениями, а через два года меняется метод обработки изображений, вы уже не можете использовать те старые данные. Они уже непригодны, потому что их нельзя повторить снова. С помощью машинного обучения все результаты были бы стандартизированными, и этой проблемы бы не возникло. Что же нас ждет дальше? Это повышение точности алгоритмов, улучшение методов хранения данных, потому что данных с каждым днем становится все больше. Это новые данные и новые идеи. Компьютерное зрение, которое может быть использовано для запуска космических аппаратов. Уточнение орбиты колоземных астероидов. Это тот проект, над которым в прошлом году я и моя команда работали на хакатоне от НАСА. Этот хакатон снова произойдет через месяц, поэтому там очень интересно, можно поучаствовать. И также это участие в общественных проектах, таких как Galaxy Zoo. Ну и во всем этом искусственном интеллекте, что же остается нам, астрономам? Это то, что любому искусственному интеллекту, я думаю, в ближайшее время, да и в принципе не будет доступна. Это постановка задач. Для тех же алгоритмов им нужно поставить задачу и научить. Но научить это не так сложно, но вот именно постановка задач — это то, что будет самым важным. И интерпретация результатов, потому что тоже это нужно для постановки задач, и без этого тоже никуда. Ну и в заключение на сайте Galaxy Zoo можно составить из латинских букв любое слово с помощью галактик. Это тоже ближе к популяризации, но тем не менее очень интересно. Спасибо. Спасибо. Вопросы какие-то? Правильно ли я так понял, что это речь идет о обучении искусственного интеллекта? Да. Вы только вначале думали, что обучение астрономов. Ну астрономам тоже есть что поучиться, то есть тоже, когда… Это интерпретация результатов. Когда мы получили какую-то модель, она нам отдала ответ, ну и мы сидим, думаем, а что нам теперь с этими данными делать. Ну и получаем какие-то знания новые. У вас реальные модели какие-то есть сейчас? Ну то есть вы в реальности что-то обучаете, у вас есть результаты? Лично у меня или вообще вы ученые? Ну вообще. Ну вообще вот да, вот это… Ну да, вот эта программа Dark Energy Survey, она вот, оно у них работает вот каждый день, вот прямо сегодняшнюю ночь они будут снимать, они каждую ночь снимают, если у них погода есть, и будут обрабатывать. Если найдут какой-то новый объект, они должны проверить, это новая звезда или артефакт. И вот запустят алгоритм и проверят. Я просто хочу сделать комментарий, поскольку этим занимаюсь, но другой немножко стороной. Смотрите, когда они говорят, что 99%… Да, мне тоже это смутило. …на нейросетях, это крайне смущает, потому что сейчас распознавание дорожных знаков, беспилотных, это вот примерно вероятность там 80-85-90. И то о нейронных сетях заговорили, когда они смогли распознавать кошечек, собачьих с 5-5%-8%. То есть, грубо говоря, 80% – это когда 4 раза ты заметил знак кирпичи, а на 5-й раз беспилотник проезжает мимо этого знака кирпичи, и там рядом лежат дедушки. Вот. Четыре гражданин-начальники, я их не видел, там не прокатывали. Поэтому, как бы, когда там уйдет 99%, это явно, что там может… Ну да, меня тоже это очень смутило, но можно еще сказать то, что у него были, по сути, только тестовая выборка, и может, оно как-то переобучилось, но тем не менее, просто статья такая есть. Вот. Мне просто о том, что, конечно, интересно было посмотреть очень на результаты распознавания полгода в силу, потому что нейросетях – это практически универсальный партиматр. То есть, чем вы его не помните, мы вам тоже будем показывать. Если у вас случайно окажется ход какой-то не такой, там, значит, вдруг там лежит низкая, а среди выборки ходов не было лежит низкой поток, оно вполне может сказать, что это на самом деле собачка. То есть, если вы на галоксизму, допустим, те вещи, которые, скажем, человек даже с трудом вернует, потому что я пытался с ней что-то не таковое, оно может давать абсолютно неправильные результаты на, скажем, нетипичный смысл. Было бы интересно вот как раз посмотреть. Спасибо. Ну да, но от этого никуда не деться данные. Кстати, для продолжения этого вопроса, вот в этом общественном проекте «Галакси Зуб» квалификация комментаторов как-то учитывается? Нет. Там… Ну, можно, но тогда там на каждый снимок подается многим пользователям. То есть, если один ответил одно, а все остальные – другое, то его мнение, по сути, не учитывается. Ну да, да. Ну да, да. Я эту информацию нашла на сайті, на котором это сделано как завдание. То есть, есть специальная библиотека на Python, в которой есть эти данные, и можно сделать это самому. Я просто не делала, я не знаю, но таки есть. Дело в том, что спектр галактики и спектр зірки, но справа не может между собой совпадать. Скажем, ну вот, по результатам миссии «Гелакси» визначено, что там, например, старейшие галактики мают уклон больше в желтую-червоную, а в основном лодейшие галактики, которые более благотворены. То есть, и тогда, виходит так, что тепловый спектр стаёт подивным, снова таки, можно переплузить старую галактику зіркой там G или K класса, а молодую галактику зіркой O или B класса. То есть, галактика, то их приблизно… Ну да, их зерок одинаковый, ну плюс-минус там 10 миллионов. Да, но, понимаешь, что вот такой колор галактик с характер галактики не разъединяется, завдяки тому, что в одних галактиках больше молодых зерок, а в других галактиках больше зерок строительства. Ну нет, просто больше-менш одноклассников. И разная кількість международного пилу, в котором поглинается короткополевая раковина. То есть, все-таки, мы в питании. Все вопросы. Да. Там, вот тут вам упоминало в докладе о том, что спектр акции планет, я так понимаю, что атмосфера. Да. Скорее всего, это, ну, на сегодняшний день, это, наверное, сверх галактики там 5-10 раз больше не пить, я так понимаю, да, о чем речь? Ну вот просто там такое интересное, эта статья была закрыта, и можно было прочитать только абстракт, но хотя он был достаточно обширный. То есть, автор говорит, что у него есть там примеры спектров экзопланет несколько, и он смоделировал еще много таких спектров и на них натренировал свою нейронную сеть. Ну, то есть, по сути, ну, да, как-то так немножко… То есть, это получается, а кого он мог взять? Только у Кеплера сейчас самое большое разрешение, да? Ну, да. Ну, то есть, как сама задача, это очень интересно, но как ее реализация, возможно, когда у нас будут реальные данные, реальный спектр, это уже будет еще более интересно. Можно, например, в руках, можно выкласть это все будет на форме? Доброе. В смысле, статьи. А еще вопрос такой вообще. На сегодняшний день, что собой представляет нейросеть? Ну, ее интерфейс, скажем так, реализация, какие-то удаленные ресурсы, ресурсы на серверах, облаках, или это какое-то программное обеспечение, которое можно скачать себе? Или уже отключать? Ну, есть… Ну, есть удаленная, там самая простая односвойная нейронная сеть, ее можно, во-первых, написать самому, просто там она немного даже места занимает. Более сложная, есть специальные пакеты, там, для того же питона, и есть тоже специальные библиотеки, в которых можно пользоваться, по сути, готовыми функциями. Есть даже уже предобученные нейронные сети, их можно, допустим, дообучить на своих данных. То есть, если сеть распознает, там, бутылки одного продукта, то вы можете ее научить распознавать, там, свои марки. Ну, то есть, как-то так. То есть, сама программная оболочка небольшая, легкая. Главное в нейросети – это обучение. То количество информации, которую искорили, она восприняла, сделала какие-то выводы. Да, ну, насчет легкой – это такое. Ну, то есть, нужны очень сильные процессоры. Обычно используются графические, потому что, ну, они, не знаю, обычно их используют. Нужно докупать дополнительное железо для того, чтобы именно у себя его обрабатывать. Ну, можно использовать удаленные ресурсы. В принципе, приложение ресурсное. Да. Потом хорошо распороленивается, да? Да. Ну, то есть, самое простое можно сделать на локальной машине, но если уже хочется что-то очень серьезное, сложное, нужно использовать дополнительные ресурсы. Еще будут вопросы? Еще будут вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!